Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Пожалуйста, возьмите свою Библию, блокнот, ручку или карандаш и учитесь вместе с нами, станьте учениками Слова. И, слушая учение, ожидайте что-то, высвобождайте веру, не просто сидите бездействуя, а вовлекайтесь всем сердцем. Освойте это учение, размышляйте над ним и применяйте его в своей жизни. Именно прожитое Слово изменяет жизнь. Мы рады быть с вами и с дорогими друзьями, присутствующими здесь, и мы все жаждем того, что у Бога есть для нас. Откройте со мной, пожалуйста, книгу чисел, 13 главу. Числа, 13 глава. И начнем читать со второго стиха. Пока вы открываете это место Писания, я хочу в качестве вступления к проповеди сказать, что всякий раз, когда Бог просит нас что-то сделать или повелевает нам что-то, потому что на самом деле мы в Его распоряжении, когда Он повелевает нам что-то, для нас радость и привилегия ответить Ему «да», потому что это приведет нас к лучшему, что есть в жизни, к исполнению Его плана и воли. Но знаете, каждый раз, когда вы говорите «да» Богу, враг не станет вас поздравлять. Он не скажет «молодец, ты повинуешься Богу». Нет, Он будет вам противостоять. Так что каждый раз, когда вы говорите «да» Богу, вы также говорите «да» противостоянию. А неправильно относясь к противостоянию, люди сдают назад. У нас же есть привилегия узнать, как Слово говорит нам мыслить, столкнувшись с противостоянием. Нам нужно мыслить так, как мыслит Бог, когда возникает противостояние и разные обстоятельства. При правильном мышлении противостояние будет трамплином для нашего продвижения вперед, а не отбросит нас назад. Противостояние не негативно, если мы мыслим правильно, столкнувшись с ним. Если мы правильно говорим и поступаем, столкнувшись с конкретным противостоянием. Нужно знать, как с ним обращаться. Нужно быть умелыми в слове, чтобы знать правильный ответ на противостояние. Потому что, развиваясь, нам не избежать противостояния врага. И он настойчив. Но победа за нами. Так что мы можем одолеть его. Однако мы хотим повиноваться Богу радостно, а не страшась противостояния, с которым мы можем столкнуться, повинуясь ему. Как же встречать противостояние, оставаясь в радости? Правильно мыслить, обновлять ум словом Божьим, то есть перенимать Божий образ мышления. Давайте посмотрим, как Божьему народу было предписано мыслить, столкнувшись с противостоянием. Число 13. Мы не будем читать все это местописание, просто небольшие отрывки ради экономии времени. В 13 главе чисел рассказывается о том, как, избавив свой народ из Египта, Бог сказал им, что у него есть для них земля, текущая молоком и медом. И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым». Обратите внимание, Бог уже дал им землю. Они еще не завладели ею, но Бог уже дал им право называть ее своей. Вот что делает вера. Она осознает, что Бог уже дал нам, благодаря нашему Новому Завету, благодаря искуплению, благодаря тому, что принадлежит нам во Христе, и называет это своим, и завладевает тем, что Бог уже дал нам. Так важно увидеть эти слова. «Земля, которую я даю сынам Израилевым». Когда Бог дает вам что-то, неважно, какой враг пытается вас удержать, или какой враг пытается вам противостоять, просто продолжайте верить и крепко держаться за то, что Бог назвал вашим. Итак, Бог дал им землю еще до того, как они завладели ею, и Он сказал отправить двенадцать человек высмотреть ее. И десять из них вернулись с худой молвой, с донесением полным сомнений, с донесением полным неверия и страха, «Но двое, Иисус, Навин и Халев, вернувшись, говорили то, что Бог сказал об этой земле». Отправляя их высмотреть землю, Бог не говорил о великанах, которые там были. Почему? Потому что они не имели значения. Были ли там великаны? Да. Встретятся ли они израильтянам? Да. Но это не имело никакого отношения к тому, что Бог дал им. Когда Бог подарил им землю, в этот подарок была встроена победа, чтобы завладеть этой землей. Все, что Богу нужно было от них, это чтобы они пришли и завладели тем, что Он им уже дал. Слово говорит нам в Ефесянам 1.3, что Бог благословил нас во Христе всем, чем наслаждаются сами небеса. И у нас есть привилегия завладевать этим. Нам не следует говорить, что мы не можем. Если Бог говорит, что мы можем, значит, можем. Если Бог говорит, что это наше, значит, наше. Что бы нам ни говорили, обстоятельства, чувства или что-либо еще. Так что, когда Бог сказал, что это их земля, победа заключалась в том, чтобы сказать, «Бог дал ее нам, пойдем и завладеем ею». Неважно, что там великаны, это не меняет того, что Бог им дал. Итак, Бог не говорил с ними о великанах, но десять человек с худой молвой, с сомнениями на устах, вернулись, говоря о великанах. Лишь Халев и Иисус Навин, вернувшись, провозглашали веру. Давайте прочитаем 31 стих. Число 13 глава, 31 стих. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, «Пойдем прямо сейчас и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Обратите внимание, как позитивно. Он не вдавался во все подробности противостояния, раздувая его. Да, есть противостояние, но оно такое маленькое в сравнении с тем, кто на нашей стороне, из-за нас, с Богом. Пусть противостояние всегда будет маленьким в ваших глазах. Не раздувайте его. Не думайте о нем, как о чем-то большом, потому что наш Отец больше, Его сила больше, тот, кто в нас больше того, кто в мире. Так говорит Слово. Так что все, что не от Бога, меньше. Все, что от Бога, больше. И Иисус Навин и Халев, вернувшись, говорили, «Мы можем пойти и завладеть землей». И мне так нравятся слова Халева. «Пойдем прямо сейчас». Другими словами, не тратьте время на раздумья. Не дайте врагу время вас отговорить. Когда Бог говорит вам что-то сделать, и вы знаете, что пришло время это сделать, вы получили от Него указания, чем быстрее вы повинуетесь, тем быстрее вы лишите дьявола времени, чтобы говорить с вами. Потому что как только вы повинуетесь, уже не важно, что говорит дьявол, так? А когда мы колеблемся, когда мы не спешим повиноваться, тогда включается ум, и враг начинает работать над умом, пытаясь отговорить вас от того, чтобы двигаться вперед в том, что Бог сказал. Так что, когда вы знаете, что сказал Бог, больше не раздумывайте. Просто сразу идите и делайте то, что он говорит. Халев сказал, «Пойдем прямо сейчас и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Кто из вас согласен, что у Халева было правильное мышление? Он думал как Бог, потому что он брал Бога в расчет в этой ситуации. А в следующем стихе десять соглядатаев начинают говорить. Тут мы услышим неправильное мышление. Тридцать второй стих. «А те, которые ходили с ним, то есть видели то же самое, что и он, говорили, «Не можем мы идти против народа сего». Они восстали против того, что сказал Бог. Бог сказал, что он дал им землю. Выбор другой точки зрения, чем у Бога, никогда к благословению не приведет. Никогда не противопоставляйте себя Богу. Всегда будьте на Божьей стороне, потому что Он прав. Итак, они сказали, «Не можем мы идти против народа сего, ибо Он сильнее нас». Десять соглядатаев с сомнениями на устах брали в расчет только собственные способности. Халев и Иисус Навин брали в расчет Божьи способности. Мы не выиграем ни одну битву в жизни своими способностями, только Божьими способностями, действующими через нас. Суть не в том, чтобы почувствовать, что нас хватит, чтобы победить, а в том, чтобы положиться на того, кто внутри нас, кто достаточно велик, чтобы провести нас через все. Мышление, сомнение и неверие всегда берет в расчет собственные способности вместо Божьих. Сомневавшиеся соглядатые сказали, «Не можем мы идти против народа сего, ибо Он сильнее нас». И распускали худую молбу о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми. Говоря, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их». Они не упомянули ничего о том, что Бог сказал. Лишь о том, что они видели. Об обстоятельствах. О том, что они чувствовали. Об их собственных умственных расчетах. Об их собственных умственных оценках того, что они способны совершить. Они забыли о Боге. Они даже не упомянули Бога в своем донесении. Не беря Бога в расчет, вы всегда окажетесь в безнадежной ситуации. А беря Бога в расчет, вы все одолеете, держась за то, что он говорит. Здесь мы видим правильное и неправильное мышление. Если посчитать слова Халева в этом месте Писания, он сказал 12 слов. Потому что, правильно, мысля, вам не придется себя убеждать. Вам все ясно. И вам не нужно подыскивать аргументы. Мысля, правильно, вы быстро находите ответ. Остальные же 10 соглядатаев сказали 61 слово. О чем это говорит? 61 слово сомнений, обращенное к собранию, 12 слов веры, обращенных к собранию. Сомнением приходится толкать свой товар. Им нужно продать свое неправильное мышление Божьему народу. Потому что у Божьего народа есть основания. А сомнения пытаются его подорвать. Халев же сказал всего 12 слов, потому что у него было основание Божьего слова. Что я пытаюсь сказать? Дьявол будет давать вам много мыслей и сомнения. Много мыслей, слов, сомнения будет приходить вам на ум. Неважно, сколько этих слов. Они все равно неправильны, раз это не слова веры. Больше не значит правильнее. Мы тут видим два разных вида мышления. Мы понимаем, что Божий народ, избавленный из Египта, долгое время был в рабстве. И, несомненно, у израильтян сформировалось рабское мышление. Рабское мышление значило, что им ничего не принадлежало. Еда им не принадлежала. Они ели только то, что им давали. Жилье им не принадлежало. Они спали там, где им говорили господа. Их дни им не принадлежали. Им приходилось проводить свое время так, как им говорили господа. Так что они не привыкли ничего делать самостоятельно. Им все давали. У них не было ничего своего. Только подачки. Рабство испортило их мышление. Но Бог дал им свои слова, чтобы исправить их мышление. Неважно, какое у нас прошлое. Если мы возьмем Божье Слово, оно обязательно исправит наше мышление. А нам всем нужно исправлять мышление. Аминь. Нам всем необходимо правильное мышление. Правильный подход таков. Противостояние будет. Ну и что? Бог же сказал, что земля наша. Таким был подход Иисуса Навина и Халева. Бог сказал, что земля наша. Мы сможем завладеть ею. Пойдем прямо сейчас. Не важно, какое там противостояние. Видите, Бог даже не упомянул противостояние, потому что оно было неважно. Земля была их. Нужно было лишь взять ее. Но они посмотрели на обстоятельства в земле и забыли, что сказал Бог. Никогда не забывайте, что сказал Бог. Потому что только так вы войдете в то, что у Него есть для вас. Мышление десяти сомневавшихся соглядатаев состояло в желании получить что-то, ничего не делая. Другими словами, мы возьмем землю, только если там не будет противостояния. Мы возьмем землю, только если для этого не понадобится вера. Мы возьмем землю, только если нам ничего не придется делать. Знайте, Божьи благословения не просто приплывут в вашу жизнь. Вам нужно будет встать в вере и взять их. И вам нужно будет пройти через противостояние, а не отступить пред Его лицом. У Бога есть для вас чудесные благословения, но они сами не свалятся на вас. Вам нужно встать, взять то, что Бог говорит, и вложить это в свои уста. И чтобы вам не говорили обстоятельства, не меняться, не отступать от того, что Бог сказал. Просто держаться за это. И что чудесно, Бог дал им, что говорить. Им даже не нужно было придумывать, что говорить. Бог сказал, «Я даю вам землю». И они бы в два счета вошли и завладели землей, если бы только вложили это в свои уста и постоянно говорили, «Бог дал нам эту землю». Увидев великанов, Бог дал нам эту землю. Увидев противостояние, Бог дал нам эту землю. Увидев врага, Бог дал нам эту землю. Все, что им было нужно, это знать, что сказал Бог, и не переставать это говорить. Не просто один раз сказать, а постоянно говорить это при каждой встрече с противостоянием. Просто постоянно говорите то, что говорит Бог. Приходят симптомы — я все еще исцелен. Приходит боль — я все еще исцелен. Иисус все еще взял мои немощи и понес болезни. Приходит недостаток — Бог все еще мой обеспечитель. Аминь. Он восполнит всякую нужду мою по богатству своему в славе Христом Иисусом. Перед лицом каждого противостояния у вас есть выбор, что вы скажете, что вы скажете. А знаете, что вы скажете? То, что вы думаете, то, что вы думаете. Так что позаботьтесь о том, чтобы думать Божьи мысли. Знайте, что Бог говорит вам, чтобы знать, что сказать противостоянию. Бог не может отвечать противостоянию за вас. Он просто дает вам, что ответить противостоянию. Бог дал нам победу и говорит нам, что сказать, когда приходит враг. Но он не может говорить за нас. Нам нужно говорить. И вот тут Божий народ сплоховал. Десять соглядатаев привели весь народ к поражению, побудив их говорить и думать неправильно. Слава Господу за слово, говорящее нам, что сказать. Нам даже не нужно придумывать, что говорить. Просто обращаться к книге и находить ответ. Аминь. Число 14. Мы читаем дальше ту же историю. Число 14, 7. Халев сказал, мы сможем. Десять сомневавшихся соглядатаев сказали, мы не сможем это сделать. И тогда снова заговорили Иисус Навин и Халев. И сказали всему обществу сынов Израилевых. Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Видите, десять сомневавшихся соглядатаев не смогли ничего хорошего сказать о земле. А эти двое неотступно говорили, Бог сказал, что это хорошая земля, в ней течет молоко и мед, в ней избыток. И они вновь напомнили об этом людям. Важно напоминать людям о том, что говорит Бог. Это важно. И они напомнили. Эта земля очень, очень хороша. Если мы будем угодны Господу, то Он ведет нас в эту землю. Он ведет нас. Дело не в великанах. Он ведет нас в эту землю и даст ее нам. И они продолжили хвалиться тем, что Бог приготовил. Землю, в которой течет молоко и мед. Девятый стих. «Только против Господа не восставайте». Как они восставали? Они говорили не то, что говорил Бог. Это бунт. «Говорить иное, чем говорит Слово, значит бунтовать против Бога». Часто люди делают это неосознанно. Они не собирались намеренно бунтовать против Бога. Просто знайте, слова, идущие вразрез с Богом, это бунт против Него. Иисус Навин и Халев предупреждали народ «Не бунтуйте против Господа» и «Не бойтесь народа земли сей», потому что десять соглядатаев вселили страх в народ своими сомнениями и неверием. За всем, что вселяет в вас страх, стоит дьявол. Иисус Навин и Халев старались разрушить и разрушить страх, пришедший через слова десяти сомневавшихся соглядатаев. «Не бойтесь народа земли сей». И я обожаю их следующую фразу. Иисус Навин и Халев мыслили правильно. И смотрите, что они сказали о народе этой земли, о великанах, о врагах. «Они достанутся нам на съедение». В оригинале «Они наш хлеб». Защиты у них не стало. «А с нами Господь». «Не бойтесь их». Вот что такое правильное мышление о противостоянии. Это наш хлеб. Почему хлеб? Потому что это один из видов питания. Это то, что кормит вашу духовную жизнь. Это то, что кормит вашу веру. Это не место вашего поражения. Это место вашего питания. Это место пиршества для вас. Противостояние. И великаны выглядят большими. Они говорят громко и выставляют себя сильными против вас. Но придерживаясь правильного мышления, мы будем видеть этих великанов так, как их видит Бог. Это хлеб. Это хлеб для нас. Была такая служительница, Лиллиан Йоманс. Многие годы она была врачом. Она довела себя до изнеможения. И в итоге оказалась при смерти. На смертном одре она заново посвятила себя Господу, вернулась к Слову Божьему и начала питаться истинными об исцелении. И Бог поднял ее со смертного одра. Это произошло, когда ей было за 40. И с тех пор она начала проповедовать божественное исцеление. Она оставила медицинскую практику и стала учителем божественного исцеления, учителем Слова. Она преподавала в разных библейских школах. Это было в начале 20 века. И студент одной из библейских школ задал ей вопрос, зная о ее опыте в медицине и о том, что она выросла в семье врачей. Медицинское образование и врачебная практика – это неплохо. Она просто нашла лучший путь. Итак, студент спросил ее, «Доктор Йоманс, есть ли какое-то питание, которому вы отдаете предпочтение, которого вы придерживаетесь?» И она ответила, «Да, есть питание, которого я придерживаюсь. Я питаюсь великанами. Просто съедайте каждого великана, встающего у вас на пути, и вы станете духовно крепкими». Она осознала, что нужно съедать противостояние вместо того, чтобы дрожать перед ним. Нужно занять свое место и переступать через противостояние, продолжая идти, не отступая и не отказываясь от благословений и наследия данного нам во Христе, просто из-за того, что есть противостояние. Противостояние должно быть местом укрепления для Божьего народа. И так и происходит, когда мы правильно мыслим. Нам нужно правильно думать о противостоянии. Как нужно думать? Каждый раз, когда что-то нам противостоит, «О, ты мой хлеб, я тебя съем, и я насыщусь благодаря тебе». Аминь. Ни один великан, никакое противостояние не должны быть причиной нашего поражения. Они должны быть нашим хлебом, приносить нам пользу. Что это значит? Нам нужно научиться быть поедателями великанов. Нам нужно правильно мыслить. Вот тут. При противостоянии плоть может нехорошо себя чувствовать, но нужно правильно мыслить. Аминь. Нужно помнить, что говорит Слово. Заняв свое место в Слове, дав Слову место в своих устах, вы начнете съедать препятствия. Почему? Потому что Слово, которое вы будете им говорить, разоружит и свергнет любого врага. Слово, которое вы говорите, побеждает врага. Слово, которое вы говорите. Слова выходят и побеждают противостояние. Итак, смотрите на великанов, как на питание, а не как на путь к поражению. Аминь. Великаны – это все, что мешает вам овладеть тем, что Бог вам дал. Все, что встает на пути той жизни, которую вам предназначил Бог, нужно съедать. Не нужно с этим соглашаться. Это нужно переступать. Просто поедайте то, что вам вредит, чтобы от него ничего не осталось. Аминь. Аллилуйя. В детстве, если мы садились за обеденный стол, и на нем было мясо, овощи, фрукты, мы спрашивали, а где же хлеб? Потому что мама пекла самый лучший хлеб. И мы знали, что не сможем, съев кучу фруктов, заменить то, что дает хлеб. Невозможно заменить одну группу продуктов питания другой. Если вы решите не есть великанов, вам будет чего-то недоставать для духовного здоровья. Потому что определенные питательные вещества поступают в вашу духовную жизнь, в вашу жизнь веры, только через съедение великанов. Аминь. Знайте, великаны – ваше питание. Я говорю, они – ваше питание. Вот что такое обновленный ум, когда мы мыслим так, как мыслит Бог. Иисус Навин и Халев сказали, эти великаны – наш хлеб. И нам нужно говорить, любое противостояние – мой хлеб. Бог дал мне способность его съесть. Бог дал мне такую способность. И я скажу, вы ничего не можете съесть закрытым ртом. Как съесть противостоящих вам великанов? Говорите им, вам нужно открыть уста. И никто не может есть вместо вас. Ни один родственник или близкий человек не может есть вместо вас. Вам нужно есть самим. Кто-то может помолиться с вами, согласиться с вами в молитве, но никто не может съесть противостояние, которое вам нужно съесть, чтобы попасть на другую сторону. Аминь. Аллилуйя. Не пропустите следующий эпизод. Эта тема такая обширная. Продолжайте учиться вместе с нами, потому что мысля правильно мы получаем в свое наследие и живем на земле, как на небе. Это Божий план для нас. Бог да благословит вас. Мы рады, что вы были с нами. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain.